А вот Лионель Месси разминается перед матчем. Настроен он очень серьезно сегодня. Сегодня его первый матч в Лиге. Все прогнозы уже сделаны. Ждем свистка к началу встречи. Французский чемпионат снова с нами. Сегодня смотрим первый матч Лиги 1 Конфорама в этом сезоне. Вместе с вами Георгий Черданцев и Константин Генич. Сегодня в Пари Сен-Жермен встречается с Канг. Мы сегодня будем наблюдать за невероятным событием первой игрой Лионеля Месси в новом клубе. Не часто случаются такие трансферы и к ним, конечно, приковано все внимание. Конечно, получить игрока такого калибра дорогого стоит, но тут дело даже не в деньгах. Когда за ваш клуб выступает гений футбола Лионель Месси, на ваш клуб смотрит весь мир. Это одна из тех команд, которые предпочитают играть в активный футбол и давить на соперника, ждать его ошибку, чтобы получить мяч. Для такого футбола, конечно, нужна очень серьезная подготовка. Мало кто умеет грамотно выходить из-под пресса, оставаясь при этом с мячом. Игра началась. Пассажир с мячом. Душ Сантош Авеев. Месси. Неймар. Месси. Веранти. Аарон Рэмс. Хороший владение мячом перед штрафной площадью, но пора бы и обострить. Нужен навес. Самое главное событие для нас, связанное со стадионом Парка Фрэнс, это победа сборной СССР в первом чемпионате Европы в 60-м году. Произошло это 10-го июля. Финальная матча сборной СССР. Маппе. И счет матча открыт. Отлично они начали. Быстро решили забрать игру себе. И гол в этом, конечно, плане лучший помощник. Вот я люблю такие мячи. Аккуратненько в зубах. Я тоже очень люблю удар на технику, на исполнение. Прекрасный бой. СССР выходит вперед, чего и следовало, в общем-то, ожидать. Хорошо оборону тут играет. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Опасно! Все спокойно, мяч прямо к протарюлите. Жан-Луиджи Буфо. Душсантуш Авейру. Вместе. Плохо сыграно, мяч потерян. Плохая передача. Еще бы ее не перехватили. Файсал Фахар. Выбили у него мяч. Кому он достанется? Месси. Димарин. Есть шансы в этой атаке, пока она продолжается. Неймар. Леонель Месси. Какой момент у Мбаппе! И еще один гол они забивают. Вот теперь крайне сложно будет сопернику отыграться. Все-таки надо будет забивать уже два мяча. Вратарь среагировал и почти отбил. Почти! Чет 2-0. Укрепила команда свое преимущество. Разгадали. Он с мячом, а продолжает накручивать одного за другим соперником. Мяч в сетке. Гол Парис Энджермен. Пример подает своим товарищам капитан и забивает вот такой красивый гол. Да, ну не зря у него все-таки повязка на рукаве. Он настоящий лидер и сыграл здесь великолепно. Впечатление такое, что просто над соперником издеваются. Не может никак команда зацепиться за мяч. И вот на блюдечке преподнесла его соперник. Такого стандарта вполне можно добиться успеха. Верный момент, чтобы забиться штрафного. Удар заблокирован. Отлично сыграно. Готовы они разыграть угловой. Подали мяч с углового. В центр штрафной. Удар. Точно. Кимпембе. Тушсантуш Авеев. Аарон Рэмзи. Димария. Месси. Леонель Месси. Какая реакция, какой прыжок. Класс. Команда готовится подать к угловой. Мяч летит в центр штрафной. И выносится мяч и штрафной. Наносит удар игрок. Удар в штангу. Все правильно. Выбит мяч и штрафной. Вся команда сидит в обороне и даже не собирается атаковать. Тушсантуш Авеев. Леонель Месси. Будешь навешивать там. Димария. Навес. Вынос. Мяч не задержался в штрафной. И у соперника теперь мяч. Димария. Две минуты добавляет сюда. А вот и атака Парижа. Мяч у атаки. Что дальше будет? Защита первая на мяче. Вынос. Завершился первый тайм. В футболе бывает всякое, но голевой перевес одной из команд слишком велик, чтобы во втором тайме предрекать стопроцентную интригу. Владеет мячом команда и выбирает момент для обостряющей передачи. Уверенно действовал в перехвате игрок и в итоге завладел мячом. Димария. Этот футболист умеет заставить дрожать целый фланг, эталонные навесы и резкие смещения в центр с ударом. Вот чего мы ждем от Димарии. К этому готов и соперник, но ждать и нейтрализовать разные вещи. Удар! Отличный сейф вратаря. Первые 45 минут у него на поле получалось почти все. Команда пока выигрывает. На его счету два забитых мяча. Он близок к хитрику. Ну и пока все более чем успешно складывается для этой команды. Хорошо мяч перехватили в атаке. Арон Рэмс. Перехват в центральной зоне. Месси. Рижане переходят в атаку. Есть шанс развернуть контратаку. Возвращаются на свои позиции игроки оброняющейся команды. И контратака потихонечку затухает. Мяч у Димарии на фланге. Там есть свободная зона. Димария на вес. Кстати, вот интересная трансферная новость. Дракслер переходит в Манчестер Юнайтед из ПСЖ. Да, совсем скоро информационное поле нормализуется. И будет ждать какой-то новой сенсации. И буквально подарил мяч соперник. Мбаппе. Месси забивает должен. Теряет атака мяча в штрафной вынос. Мяч ушел за пределы поля. Поля и Парис Сен-Жермен ведет этот мяч в угол. Похоже, эта атака закончена. Мяч они потеряли. Классно в перехвате сыгран. Мяч перехвачен. Плохо сыгран. Шикарный момент! И что это? Гол! Очень точное попадание в самый угол. Вратарь тут вряд ли будет помочь. И что мы видим на повторе? Да все то же самое. Первоклассный исполненный гол. Это просто высший пилотаж. Солидное преимущество. Отыграть его по такому матчу будет нелегко. Все как предсказывали. Неожиданности нет. Полный превосход спороза из команды. Бывают иногда сюрпризы. Но это явно не тот случай. Они настроились на победу. И очень близки к ней. Вперед идет атака. Интересно может быть. Нарушение и штрафной удар. Это фол. И нечего спорить. Судья был рядом. Он все видел. Грамотно разобрался в эпизоде. Да, вот здесь и не успел игрок обороняющейся команды за соперником. Поэтому пришлось фолить. Здесь прессинг. Осталось играть примерно 9 минут до конца второго тайма. Соперник среагировал раньше, чем мяч добрался до своего. Димария с мячом. Опасно! Гол, 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 гол! Головокружительный розыгрыш перед воротами приводит к выходу 1 на 1. И как же хорошо он приложился к мячу. По-моему, к концу встречи у защитников только одно желание осталось. Поскорее услышать финальный свисток. Еще один гол в ту же калитку. И вот такое получается лидерство сегодня. Абсолютное и безальтернативное. Вряд ли можно в данной ситуации винить игрока, отдавшего передачу. Перехват был хорош. Осталось играть 3 минуты плюс то, что добавит орбиту. Отличный отбор мяча. Паредес. К основному времени орбитер решил добавить 2 минуты. Почти не ошибается он сегодня в передаче. Подача! Чей мяч будет? До нападающих мяч не дошел. Выносит его сразу. Матч окончен. Победа под...